Добрый день, уважаемые дамы и господа. Позвольте несколько слов сказать о нашей работе, о её результатах. Британское председательство провело обстоятельную работу и на хорошем уровне организовало наше совместное деятельство в рамках Большой Восьмёрки. Встречи здесь в Лох-Эрне подтвердили востребованность Восьмёрки как важного механизма согласования позиций ведущих индустриальных стран по вопросам мировой политики и социально-экономического развития. Откровенные неформальные дискуссии лидеров позволяют затронуть самые острые и самые сложные вопросы, проблемы, выдвинуть новые идеи, сформулировать их, договориться о коллективных действиях. И на этот раз мы с коллегами по Восьмёрке обсудили вопрос о том, как стимулировать глобальный экономический рост, занятость, как устранять дисбалансы, приведшие к мировым финансовым и долговым неврядицам. Условились принять совместные меры для активизации международной торговли, снижать протекционистские барьеры, не создавать новых препятствий для встречных потоков инвестиций. Подтвердили, что знаковую роль в выработке универсальных международных экономических правил должна, как и прежде, играть всемирная торговая организация. При этом договорились параллельно продвигать и процессы региональной интеграции, способствуя появлению новых ёмких рынков, расширению промышленной кооперации, созданию новых рабочих мест. Обсуждены вопросы взаимодействия стран-восьмёрки в борьбе с уклонением от уплаты налогов и налоговыми преступлениями. Координация в фискальном секторе и повышение прозрачности офшоров помогут наполнить национальные бюджеты и снизить долговую нагрузку в развитых экономиках. Ускорят оздоровление глобальных финансов в целом. Мы договорились продолжить обсуждение всех этих тем в более широком формате на 20-ке в сентябре текущего года в Санкт-Петербурге в России. Участники саммита поддержали инициативу британского председательства по повышению транспарентности деятельности государств и бизнеса. Условились улучшать транспарентность в добывающих отраслях, что особенно важно для развивающихся государств. Открытость правительств и непременные условия доверия граждан к власти. Саммит одобрил хартью открытых данных, фиксирующие чёткие принципы обнародования решений государственных органов. Мы в России уделяем этому особое внимание. Вышли на 27-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства в списке из 191 государства и в первую десятку из 77 стран в международном рейтинге открытых бюджетов. Состоялся полезный обмен мнениями по основным приоритетам содействия международному развитию. По традиции провели встречу в формате аутрич с главами государств и правительств приглашённых стран и руководителями ключевых международных организаций. В ходе обсуждения актуальных международных тем, разумеется, особое внимание уделили Сирии. Мы призвали партнёров по восьмёрке к целенаправленной работе по созыву международной конференции в Женеве, так называемой Женевы-2, прекращению кровопролития в этой стране и договорились о том, что это может быть достигнуто только политико-дипломатическими средствами. На наш взгляд, любые решения о поставках вооружения оппозиции, основанные на неподтверждённых обвинениях Дамаска в применении химического оружия, лишь дополнительно дестабилизируют ситуацию. Восьмёрка будет и впредь уделять самое пристальное внимание взаимодействию в борьбе с терроризмами и террористическими угрозами, в том числе на Ближнем Востоке, в Западной и Северной Африке. В связи с предстоящим выводом международных коалиционных сил из Афганистана решили наращивать усилия по противодействию незаконному обороту наркотиков. Договорились продолжить поиск политико-дипломатических развязок в связи с ситуацией на Корейском полуострове, обеспечить устойчивый характер переговорного процесса по иранской ядерной проблеме. Согласованные группой восьми подходы по большинству обсуждавшихся вопросов отражены в коммунике саммита. С 1 января 2014 года эстафетов в восьмёрке переходят к Российской Федерации. При подготовке содержателям в наполнение нашего председательства мы, безусловно, учтём наработки британских коллег, а также итоги встречи на высшем уровне двадцатки в Санкт-Петербурге. Саммит группы восьми, на которые я пригласил своих коллег, состоится 4-5 июня 2014 года в Сочи. Большое спасибо. Дорогие друзья, у нас где-то минут 20-30 остаётся на вопросы. Давайте начинаем. Пожалуйста, интерфакс. Владимир Владимирович, в ходе этой «восьмёрки» большое внимание прессы было уделено общению с председателем США Обамой. Вчера мы довольно долго ждали этого события. Скажите, после обмена посланиями поднимался ли вопрос о ПРО, и, может быть, удалось достичь каких-то подвижек в этом направлении? Да, мы вчера долго говорили на эту тему. Вообще говорили по разоруженческой проблематике, по системе ПРО, о нашем возможном взаимодействии на этом треке. Я должен сказать, что разногласия у нас ещё остаются, но в целом я согласен с президентом Обамой в том, что главное, что мы должны сделать, и то, что мы, безусловно, можем сделать по этому направлению, – это повысить нашу открытость, транспарентность всех наших действий. Я так понял от президента Соединённых Штатов, что он готов рамки транспарентности расширить. Мы продолжим эту дискуссию во время его визита в Россию перед встречей Большой двадцатки. Договорились о том, что эта встреча пройдёт в Москве, а затем мы вместе переедем в Петербург уже для встречи с коллегами в рамках Большой двадцатки. Но на эту тему, повторяю, говорили много, и определённые позитивные элементы во вчерашней дискуссии, безусловно, были. Продолжаем. Пожалуйста, Раши, Людей. Владимир Владимирович, о чём Вы договорились с Обамой по Сирии, принимая во внимание тот факт, что США обвиняют осаду в применении химического оружия? И ещё в тексте итоговой резолюции сказано, что провести мирную конференцию нужно как можно скорее. А может ли такая формулировка стать поводом вообще её не проводить? Что касается Сирии, то мы вчера тоже достаточно долго дискутировали на этот счёт, но всё-таки основной площадкой для дискуссии была не двухсторонняя встреча с президентом Соединённых Штатов, насколько бы важной она ни была, а дискуссия в более широком формате со всеми нашими коллегами в рамках Большой восьмёрки. Разумеется, сегодня на России и Соединённых Штатах лежит особая ответственность, имея в виду, что наши коллеги согласились с тем, что именно министр иностранных дел Российской Федерации и госсекретарь Соединённых Штатов возьмут на себя основную роль и основную груз ответственности за подготовку принципов разрешения этого кризиса. Но самое главное, о чём мы договорились все вместе, заключается в том, что мы считаем, что кровопролитие должно быть закончено как можно быстрее, договорились о том, что мир и согласие должны наступить благодаря политическим действиям с обеих сторон, договорились о том, что в рамках этой работы, безусловно, должны быть обеспечены права всех этнических и религиозных групп в Сирии. Что же касается возможного применения, кем бы то ни было, химического оружия, то мы все сходимся в одном, мы осуждаем применение оружия массового уничтожения, в том числе и химического, откуда бы эта угроза ни исходила и от кого бы эта угроза ни исходила. Но полагаем, что не полагаем, а уверены в том, что окончательные выводы можно будет сделать только на основе тщательной проверки всех имеющихся фактов применения этого оружия. У нас фактов применения сирийским правительством такого оружия нет. Я вас уверяю, что далеко не все члены «восьмёрки» считают, что оно было применено армии Сирии. Некоторые соглашаются и с нашим мнением, что таких данных нет. Более того, в своё время правительство Сирии само обратилось в Организацию объединённых наций с просьбой расследовать применение, как они считали, химического оружия оппозиции. Мы знаем о фактах задержания на территории Турции деятелей оппозиции с самодельным химическим оружием. Мы знаем об информации, которая поступала из Ирака, о том, что там обнаружена лаборатория по производству химического оружия оппозиции. Вот все эти факты, все эти информации следует самым серьёзным образом изучить. Мы договорились о том, что результаты этого исследования будут представлены в Совет безопасности Организации объединённых наций, где, как известно, Россия является постоянным членом Совета безопасности, и мы, конечно, тоже примем активное участие в окончательных оценках результатов этой работы. Нас это вполне устраивает. Продолжаем. Давайте, московские комсомольцы. Владимир Владимирович, московские комсомольцы, Виктория Приходько. Во время саммита мы слушали заявления некоторых политиков, читали местные СМИ, складывалось полное ощущение того, что вы один против семи, то ли семь плюс один, но никак не восьмёрка, по крайней мере, по сирийскому вопросу. Это так? Вы себя чувствовали одиноким? Нет, конечно, это абсолютно не так. Кому-то, видимо, очень хотелось, чтобы это было так. Должен вам сказать, я хочу, сделаю это с полной ответственностью, уверен, что мои коллеги это подтвердят. Дискуссия была общей, кто-то с кем-то соглашался, кто-то по каким-то вопросам спорил, но ни разу не было так, что Россия в одиночку отставила свои подходы к решению сирийской проблемы. Всегда есть сомневающиеся, всегда есть коллеги, которые хотят поглубже разобраться в том или другом вопросе. В общем, уверяю вас, что это была общая дискуссия, очень заинтересованная дискуссия была людей, которые хотят найти единые, общие и эффективные подходы к решению сирийской проблемы. Давайте. Интерфакс. Владимир Владимирович, кипрская ситуация обнажила проблему офшоров, и здесь на повестке дня вроде бы стояли тоже эти вопросы, борьбы с офшорами, и вы поднимали неоднократно эту проблему, в том числе в президентском послании. Как, по вашим ощущениям, существует прогресс в решении этого вопроса? Спасибо. Вот что меня очень порадовало, оказалось, что деофшоризация, борьба с офшорами – это не только наша проблема, но и проблема всей мировой экономики. Собственно говоря, мы и так это себе представляли, но то, что британское председательство возьмёт как бы эстафетную палочку в свои руки и пойдёт впереди, даже вести будет за собой всех остальных участников дискуссии, это меня очень порадовало. Тем более, что мы знаем, что под британской юрисдикцией находится большинство сегодняшних офшоров. Позиция самого премьер-министра господина Кэмерона заключается в том, что нужно с этими офшорами бороться и раскрывать всю имеющуюся там информацию. Я считаю, что избыточная офшоризация российской экономики наносит там существенный вред, потому что мы, как правило, не знаем конечного бенефициара, наши потенциальные инвесторы опасаются приходить сюда, к нам в экономику в этой связи зачастую с серьёзными инвестициями, потому что не понимают, с кем имеют дело и так далее. Это общая серьёзная проблема. Мы должны отметить, что Россия ещё не прошла тот путь, который прошли многие другие страны по борьбе с офшорами. Мы только сейчас принимаем закон по раскрытию конечного бенефициара. Этот закон прошёл в Государственную Думу, сейчас находится в Совете Федерации. Как только он пройдёт этот закон, законопроект Совета Федерации, я, безусловно, его попишу. После этого мы, так же, как и другие страны, члены «восьмёрки», предложим национальный план борьбы с офшорами. Но, естественно, всё в рамках разумного и не нарушая действующие принципы и правовые нормы. Ну и вторая инновация, которая нами уже сделана, это изменение в налоговое законодательство, в соответствии с которым мы взяли на себя обязательство предоставлять необходимую информацию своим коллегам из налоговых служб других стран, разумеется, на основе взаимности. Давайте и Тартас. Спасибо. Михаил Петров, агентство Тартас. В продолжение экономической темы, Владимир Владимирович, интересно было бы услышать Ваши комментарии о том, что, как, наверное, Вы знаете, сегодня было объявлено о запуске переговоров между США и Европейским Союзом о зоне свободной торговли. Как Вы оцениваете перспективы, какое влияние, позитивное или негативное, это окажет на Россию? Спасибо. Современная экономика – это как сообщающиеся сосуды. Если в одном месте что-то убывает, то и в другом чувствуется. Понимаете, вот объёмы торговли сократились, и российская экономика сразу на себе это почувствовала. Темпы роста у нас тоже сократились, темпы роста экономики. У нас и темпы роста торговли сократились с нашими основными партнёрами. В основном по некоторым странам растут, но, скажем, с Японией у нас рост наблюдается, несмотря ни на что. С Европой снижение уже второй год подряд, и это отражается на нашей экономике. Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы снять все препятствия для развития мировой торговли. Если эти договорённости между США и Европой будут снимать эти препятствия, будут создавать новые возможности для мировой торговли, то, надеюсь, что и у нас появятся новые перспективы. Поэтому мы за так же, как и за то, чтобы дальше развивать интеграцию на постсоветском пространстве, в том числе в рамках Таможенного союза и единого экономического пространства. Мне особенно приятно отметить, что в заключительное коммунике вошло положение, согласно которому наши коллеги по «Восьмёрке» одобряют интеграционные процессы на постсоветском пространстве, включая создание Таможенного союза. Для нас это чрезвычайно важно. Давайте, Маяк. Валерий Санферов, Вести ФМ, Маяк. Вы уже сказали, что с вами пройдёт Сочи 3-4 июля. Июня. Июня. Что вы в июле приедете, когда всё закончится? Сезон, пик сезона. В июне. Это будет новая площадка или уже имеющаяся, которая уже есть от Олимпиады, или же это будет что-то новое стараться? И это первое. Второе, вы уже тоже сказали, что от британского председательства вы некоторые темы в Сочи используете, а какие темы ещё будут российские? Какие британские, какие российские? Понятно. На второй вопрос я, пожалуй, не смогу сейчас ответить, потому что повестка дня «Восьмёрки» мы начнём её согласовывать только после того, как закончится председательство Великобритании. Мы примем эстафетную палочку наших британских коллег и друзей, только с 1 января 2014 года. Мы сейчас являемся председателями в «двадцатке», с 1 января становимся председателями в «восьмёрке». И только тогда можем начать формальную работу по согласованию повестки дня. Естественно, я сегодня об этом нашим коллегам сказал, будет очевидная преемственность нашей работы, связанная с обеспечением безопасности личности, бизнеса, граждан, государств. Будут и другие темы, но мне пока кажется об этом преждевременно говорить, потому что это должно возникнуть в ходе согласования с нашими партнёрами и коллегами. Мы не собираемся выносить на дискуссию такие темы, которые являются для кого-то неприемлемыми и по которым мы никогда не сможем договориться. Таких тем, честно говоря, становится всё меньше и меньше. Но всё-таки будем идти по пути согласования, разумеется. По-другому невозможно работать в рамках «восьмёрки». Это первое, вернее, второе. Что касается первой части вашего вопроса, то мы не намерены тратить никаких денег на подготовку к «восьмёрке». Именно поэтому саммит пройдёт в Сочи на готовой инфраструктуре через три месяца после завершения Олимпийских игр. Алексей Анищук, агентство «Рейтер». Владимир Владимирович, Россия регулярно осуждает Запад за планы поставок оружия вооружённой сирийской оппозиции, которая, как Вы сказали уже в Лондоне, отличается иногда особенной жестокостью. Тем не менее, Россия сама поставляет оружие правительству «Осада», которое по факту является одной из воюющих сторон в гражданской войне, где, по оценкам ООН, гибнут тысячи мирных людей. В этой связи вопрос. Вы планируете продолжать эти поставки и дальше? Идут ли они сейчас? Каких конкретно вооружений? И возможны ли новые контракты? Спасибо. Сразу хочу отметить самое главное, хочу сказать. Самое главное заключается в том, что поставки по ставкам рознь. Мы поставляем оружие по легальным контрактам легальному правительству. Это правительство президента Ассада. И если такие контракты мы будем заключать, то будем и поставлять. Что касается оппозиции, то совсем недавно, кстати говоря, по британской инициативе на площадке ООН в Нью-Йорке открылся для подписания договор, в преамбуле которого значится, что поставлять оружие неправительственным формированием запрещено. И это первое. Второе, что касается европейских партнёров. В 90-е годы у них был принят документ, согласно которому Евросоюз заявляет о невозможности поставки оружия негосударственным, неправительственным формированием, особенно в зону конфликта. Мы считаем, что наша позиция является и с моральной точки зрения, и с юридической абсолютно безупречной. Теперь по поводу возможных поставок. Их ещё нет. Но по поводу возможных поставок, тем не менее, нашими европейскими партнёрами оружие вооружённой оппозиции. Мы находимся с вами в Великобритании. Совсем недавно британский народ пережил ужасную трагедию, и мы вместе с ним тоже, когда прямо на улицах Лондона, практически рядом со своим домом, рядом со своей казармой, был зверски убит британский военнослужащий. Зверски просто. Так вот, хочу отметить, что в рядах оппозиции очень много, не все, конечно, такие люди, но очень много таких преступников, которые совершили это зверское убийство в Лондоне. Европейцы хотят поставлять оружие этим людям. И что будет потом с этим оружием? Кто проконтролирует, в какие руки оно попадёт? И где потом окажется? Может быть, в той же самой Европе. Поэтому мы призываем всех наших партнёров ещё раз, как следует, подумать, прежде чем сделать этот очень опасный шаг. И давайте завершим пресс-конференцию вопросом агентства РИА Новости. Владимир Владимирович, недавно в Иране прошли выборы, как раз перед саммитом это было. Вы обсуждали, наверное, и иранскую ядерную проблематику на саммите. Вы не могли бы прокомментировать, как может измениться позиция страны на международной арене, в смысле Ирана, в связи с избранием нового президента? Нет, не мог бы. Это зависит от самого иранского руководства, от вновь избранного президента. Он человек очень опытный, это один из переговорщиков по иранской ядерной проблематике. Он считается сторонником линии на модернизацию страны, но всё будет зависеть от конкретных действий, от конкретных шагов руководства Ирана. Я напомню, что нас с Ираном связывают многовековые совместные, многовековая совместная традиция отношений. Иран является прикаспийским государством, у нас много треков сотрудничества с Ираном. Надеюсь, что в ближайшее время удастся продолжить все дискуссии с иранским руководством. Я думаю, что и уходящий президент Ирана может быть совсем скоро в Москве на газовом саммите международном. Мы и с ним, конечно, подискутируем на эту тему. Но что будет в будущем, зависит от вновь избранного иранского руководства. Спасибо большое. Инициатива британского председательства по повышению транспарентности деятельности государств и бизнеса условились улучшать транспарентность в добывающих отраслях, что особенно важно для развивающихся государств. Открытость правительств и непременные условия доверия граждан к власти. Саммит одобрил хартью открытых данных, фиксирующие чёткие принципы обнародования решений государственных органов. Мы в России уделяем этому особое внимание. Вышли на 27-е место в рейтинге. Откровенные неформальные дискуссии лидеров позволяют затронуть самые острые и самые сложные вопросы, проблемы, выдвинуть новые идеи, сформулировать их, договориться о коллективных действиях. И на этот раз мы с коллегами по «Восьмёрке» обсудили вопрос о том, как стимулировать глобальный экономический рост, занятость, как устранять дисбалансы, приведшие к мировым финансовым и долговым неврядицам. Условились принять совместные меры для активизации международной торговли. Стран «Восьмёрки» в борьбе с уклонением от уплаты налогов и налоговыми преступлениями. Координация в фискальном секторе и повышение прозрачности офшоров помогут наполнить национальные бюджеты и снизить долговую нагрузку в развитых экономиках, ускорят оздоровление глобальных финансов в целом. Мы договорились продолжить обсуждение всех этих тем в более широком формате на 20-ке в сентябре текущего года в Санкт-Петербурге, в России. Участники саммита поддержали и не снижать протекционистские барьеры, не создавать новых препятствий для встречных потоков инвестиций. Подтвердили, что знаковую роль в выработке универсальных международных экономических правил должна, как и прежде, играть всемирная торговая организация. При этом договорились параллельно продвигать и процессы региональной интеграции, способствуя появлению новых ёмких рынков, расширению промышленной кооперации, созданию новых рабочих мест. Обсуждены вопросы взаимодействия. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Позвольте несколько слов сказать о нашей работе, о её результатах. Британское председательство провело обстоятельную работу и на хорошем уровне организовало наше совместное деятельство в рамках Большой Восьмёрки. Встречи здесь в Лох-Эрне подтвердили востребованность Восьмёрки как важного механизма согласования позиций ведущих индустриальных стран по вопросам мировой политики и социально-экономического развития. Продолжение следует...